В рамках региональной недели депутат Государственной Думы России Иван Демченко провел прием граждан в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» в Славянске-на-Кубани. Жители района обратились к депутату по различным вопросам, касающимся развития социальной сферы, недостатков в работе предприятий ЖКХ, а также с просьбами о внесении поправок в законодательные акты. Люди высказывали наболевшие проблемы и получали обстоятельные ответы. В ходе личного приема из 12 вопросов положительно было решено 8. Представители Славянского района обратились к депутату с важным вопросом о проекте создания особо охраняемой природной территории лиманно-плавневого комплекса дельта реки Кубань. Были проведены общественные слушания, на которых жители этих мест и все заинтересованные лица высказались категорически против планов создания особо охраняемой территории, которая по сути может создать много дополнительных проблем, как в хозяйственной деятельности, так и собственно в сохранении природных богатств. Депутат Государственной Думы сказал, что нужды и мнения местных жителей играют в этом определяющую роль и пообещал содействие в решении этого вопроса. Активисты Славянского общества охраны памятников пришли к депутату за содействием и с благодарностью за помощь в организации поездки детей войны по местам боевой славы в Крыму. Наша общественная организация имела возможность повести детей войны, чьи отцы погибли в годы Великой Отечественной войны и похоронены на земле Крымской. Благодаря Ивану Ивановичу мы посетили все места боевой славы. Вопросы, с которыми славянцы обращались за помощью к депутату, касались самых разных сфер. Это и улучшение дорог в садоводчествам товариществе «Хуторок», и благоустройство территории при Центре детского творчества, и ремонт детского сада в поселке Целинном, и вопросы совершенствования пенсионного законодательства и другие. Благодаря содействию и помощи Ивана Демченко было немало сделано в минувшем году. Он помог в приобретении мебели в школу в Забойском, остеклении детского сада в Целинном, освещении Слободки и Отчуева. И в нынешнем году будет сделано немало. Решаем всевозможные вопросы, но в основном это социально значимые вопросы. Принято решение сегодня о строительстве храма в Черноярковской. Начнем где-то, я так думаю, с 15-го числа. На город выделили средства и на тротуары, и для отведения ливневых вод. Где-то, ну, выделяем и материал, и много личных обращений граждан, наших ветеранов войны и труда, общественных организаций. Стараемся никого не обходить. Никого. Всем стараемся помогать. И, конечно, координируем свои действия с главой администрации, с отделением нашей партии «Единая Россия». Работа с обращениями граждан будет продолжена. Все вопросы, с которыми обратились славянцы, взяты на личный контроль депутата Государственной Думы. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа события.